Переходим к следующей теме – учет материально-производственных запасов. Материально-производственные запасы – это различные элементы, предметы, вещества, используемые в качестве предметов труда в производственном процессе. Они полностью потребляются в каждом производственном цикле и переносят свою стоимость в затраты производимой продукции. К основным нормативным документам по учету материально-производственных запасов В целях рационального и экономного использования материалов на предприятиях должен осуществляться постоянный контроль за их движением и использованием. Имеется три вида контроля – предварительный, текущий и последующий. Предварительный контроль предусматривает ограничение отпуска материалов на производство продукции и на другие цели. Он осуществляется путем расчета нормативной потребности и отпуска материалов по лимитнозаборным картам, по комплектовочным ведомостям и другим документам. Текущий контроль осуществляется ежедневно по мере поступления материалов на склады, кладовые и их отпуска на производство продукции и на другие цели. Он служит средством своевременного выявления и устранения допущенных нарушений или ошибок в деятельности материально ответственных лиц. Последующий контроль проводится после отпуска и расходования материалов на производство продукции. В связи с тем, что номенклатура учитываемых материально-производственных запасов в ряде организаций достигает нескольких тысяч наименований, их учет является достаточно сложным и трудоемким процессом. Особую сложность представляет оперативный учет и контроль за использованием материалов в производстве. В их реализации важную роль играет классификация материальных запасов, которая может быть осуществлена по следующим признакам. Это экономическое содержание, физико-химический состав, техническое содержание и какие-то другие варианты. Материалы должны быть приняты к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. И очень важно назначить или выделить единицу бухгалтерского учета материалов, в качестве которой может выступать номенклатурный номер или наименование материалов, партия или однородная группа. В соответствии с экономическим содержанием выделяют следующие группы материалов, позволяющие определить место этих запасов в производственном процессе. Это сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, прочие материалы, материалы переданы в переработку на сторону, стройматериалы, инвентарий хозяйственной принадлежности, специальная оснастка и спецодежда на складе и в эксплуатации. Такая классификация предусмотрена планом счетов. Для учета материалов предназначен особый счет, это десятый, на котором и учитываются все перечисленные виды материалов в виде субсчетов. К бухгалтерскому учету в качестве материалов принимаются следующие активы, которые используются в качестве сырья, полуфабрикатов, топлива или других видов ценностей в течение периода не более 12 месяцев, предназначенной для производства продукции либо для управленческих нужд. В соответствии с действующим стандартом ФСБУ-5-2019 запасы признаются в бухгалтерском учете при соблюдении двух критериев. Все расходы, которые понесла организация на получение или приобретение запасов в будущем должны быть компенсированы получением экономических выгод. И еще одно условие – сумма затрат на приобретение запасов – это определяемая величина. В соответствии с ФСБУ-5-2019 материальные запасы в момент поступления учитываются по фактической себестоимости. При этом могут быть использованы различные варианты, а их два – по учетным ценам с применением счета 15-го и 16-го и по фактической себестоимости с применением счета 10-го. Чаще всего на практике организации используют вариант с применением счета 10-го по фактической себестоимости, куда включаются все суммы затрат, связанных с приобретением, за исключением расходов, связанных с хранением и транспортировкой. При учете по фактической себестоимости мы используем 10-й счет, и все затраты, связанные с приобретением, будут учтены по дебету счета 10-го в корреспонденции с разными счетами. На слайде вы эти проводки видите. Однако, существует ряд предприятий, которые применяют счета 15-й и 16-й. И целесообразность применения объясняется вот чем. Если предприятие использует в своей практике планово-расчетные или нормативные, или учетные цены, то применяют счета 15-й и 16-й. Если сложная структура себестоимости, достаточно большой перечень затрат, формирует первоначальную, фактическую стоимость материалов, то также мы используем счета 15-й и 16-й. И если у нас довольно длительный процесс заготовления материалов. И в случае применения данных счетов, все затраты, связанные с приобретением материалов, учитываются по дебету счета 15-го. Он называется заготовление и приобретение материальных ценностей. Далее на учетную стоимость мы делаем проводку дебет 10-й, кредит 15, и вся сумма отклонений в виде перерасхода или экономии списывается в дебет счета 16-го в корреспонденции со счетом 15-м. ФСБУ 5.2019 предусматривает оценку материально-производственных запасов после признания по двум вариантам. Это по фактической себестоимости и по чистой стоимости продажи. С фактической себестоимостью мы уже познакомились и определились, какие затраты ее формируют. А вот чистая стоимость продажи представляет собой цену за вычетом предполагаемых затрат на производство, подготовку к продаже и продажу запасов. Превышение фактической стоимости над чистой продажной стоимостью означает, что запасы обесценились. Обычно это происходит с течением времени ввиду морального устаревания. В таком случае организация обязана создать резерв на сумму указанного превышения, и балансовая стоимость формируется из фактической себестоимости запаса за вычетом резерва. Материалы – это один из видов запасов, которые необходимы для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг. Списание материалов всегда должно подтверждаться первичными документами. К ним относятся лимитно-заборные карты, требования накладные, а также это может быть форма, самостоятельно разработанная предприятием. Очень важным моментом является то, что запасы должны списываться в определенный момент времени. Это может быть признание выручки от продажи, осуществление иного списания запасов, отсутствие перспективы экономических выгод от дальнейшего использования, а также невозможность использования в уставной деятельности для некоммерческих компаний. При этом в расходах должна быть отражена балансовая стоимость запасов. Для каждого из указанных случаев расходы должны учитываться отдельно. И вот способов списания запасов в соответствии с действующим стандартом 3. Это по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости и способ FIFO. Теперь перейдем к каждому способу и конкретнее разберем. Итак, способы оценки при отпуске материалов производства или ином выбытии. Первый способ по себестоимости единицы. Здесь расчет себестоимости запасов, которые не могут быть обычным образом заменены, а также запасы, учитываемые в специальном порядке. Специальный порядок определяется ценой этого запаса. В частности, сюда попадают драгоценные и дорогостоящие материалы, драгоценные камни, металлы и иные виды ценностей, имеющих значительную оценку по сравнению с другими материалами. При списании по себестоимости единицы в бухгалтерском учете будет сделана проводка дебет 20-го, это основное производство, а кредит 10-го счета, либо это другие затратные счета, такие как общепроизводственные расходы 25-й, общехозяйственные 26-й или 23-й вспомогательное производство. Все зависит от вида деятельности компании и применения производственных счетов. Второй способ по средней себестоимости. Здесь расчет осуществляется, исходя из общей суммы себестоимости определенного вида запасов и их количества. И вот эта общая стоимость складывается из себестоимости на начало, плюс все, что поступило за отчетный период, делится на количество имеющихся материалов на начало, плюс все материалы, то, что поступили за отчетный период. Таким образом определяется средняя оценка. И, имея количество израсходованных материалов и среднюю цену, довольно легко определить сумму затрат, списываемых по методу средней. При этом проводка будет аналогичная. Дебит 20-го, 23-го или 25-го, кредит 10-го счета. Опять же, все зависит от вида производства. И последний способ. Способ FIFA, когда на производство списываются материалы, первые по времени приобретения. Другими словами говорят, первая партия на приход, первая в расход. Проводки будут аналогичные с применением затратных счетов в корреспонденции со счетом 10. И опять мы учитываем виды производства. Если предприятие применяло счета 15 и 16, то в дополнение к этим бухгалтерским записям будет проводка дебит 20, кредит 16 на сумму отклонений, приходящихся на израсходованные материалы. Продолжение следует...